Иначе благодать не была Божьей благодатью. А если по делам, да это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Человек, если дома считает это место, он просто проскочит его, повторяется сейчас со слова благодать. Сегодня знает благодать где. Подойти к священнику и получить благодать. И священники один играют. Он не умучится. Вот я разговариваю с священником, как правило, их отмечает особая какая-то тупость, снобизнь, то есть превозношение какими-то знаниями. Разговариваешь, никаких знаний нет. Случайно, случайно. Есть как священников, как один. Будто бы от одного матери, от одного отца. Писание совершенно не знают. Но ему сказали, когда на него епископ подложил руки, на нем благодать. И он этой благодатью играет, и бабок держит в полном повиновении. А я тебя не благосторонний, пришестишься, а не пришестишься, в ранний попадешь. Простая схема. И он что попало? Творит, и все это под благодатью, под покром благодатью. Я занимаюсь в священном писании 46 лет. Это римно. Когда я в академии рассказал, духовно, сколько я занимаюсь, этого никто нигде, может быть, в стране не занимается. Я ничем не связанным. У меня минимум 14 часов в день, я отдаю этому делу. Это 46 лет. И я нигде не нашел, на то, чтобы благодать именно в этом смысле говорилось. Вот священник благословит, значит, благодать. Его епископ не благословил, со мной встречается? Благодати нет. Я живу около храма, приглашаю настоятеля. Зайдем хоть раз, посидим по беседам. Епископ не благословил, это будет неблагодатно. Голубы возле храма, все загадили, это отменик, все равно. Нельзя. Благодать какая-то. В навозе, в победе. Полное огурение совершенно, этого никто не видит. Полная абсолютная слепота, не святая, а слепая гуси. Апостол Павел говорит о благодати, которая сошла с неба. Прямо на человека. Совершенно священники, тут и не причем. Он таинство совершает, для этого и назначено. Его задача проповедовать. Все царство небесное уподобляется закваске. Ну, закваска у вас бывает дома. Ну, понятно, ты любую девочку можешь учить, которую взяла женщина и положила в три меры муки. Ну, три меры, три ведра, там, три стакана, три чашки. Ну, какую-то меру создает. Все. Это самая короткая притча Христа. 13-33 в Англии и Матфея. Чего тут не понимать-то? А теперь только развесение надо дать. А что это за кваска? Закваска это слово Божие, слово, язык. Потому что вера в человеке зарождается от слышания. Не от икон. От слышания. Ну, глазами можешь посчитать. От слышания от чего? Не от снов, ни тонких, ни толстых. От слова Божия. И мы никуда не вывернем, только сюда все люди будем подбивать и подбивать. Благодать дается Богом. Это значит, благо данное дар. Люди отверяли совершенно. Квартира, туалет теплый, благодать такая. Это каждый почти знает, что такое благодать. А когда разбираешься, и архиереи не знают этого. Благодать это Христос. Это дар, дарованное спасение, улучшение Христа. Христос умер за нас. Но ты родился, ты это понял, что ты родился? Понял. А дальше черточкой, после даты рождения, дата смерти рано или поздно наступит. Мы в круговой год проживаем, 365 дней, и каждый год мы встречаемся с какой-то датой, с какой-то, в которой будет помешано после этой черты рождения, умер, такого-то числа. И мы каждый год на эту дату напекаемся, что-то у нас особое бывает, какой-то толчок, звонок, щелчок в душе. Мы не понимаем, что это такое, что-то необычное, видел, здорово. Это означает, ты встречаешься с тем днем, когда ты отойдешь из этой жизни. С чем мы отойдем? И вся жизнь, конечно, в расчете направлена к тому, имеем ли мы жизнь вечную, а если не имеем, у человека два положения, вверх и вниз, ват или в рай, другого нет. А я не хочу ни в рай, ни в ад. Я проглачу 10 атомную бомбу, взорвет, и меня не будет. Бог заново соберет. Некоторые сейчас задают большие деньги для того, чтобы их сожгли, а прак запустили в космос и разберли. Деньги платят. Огромные деньги. Бог соберет из космоса. Если Бог из ничего, один слов, ни одной молекулы не было, сказал, и мир явился, планеты полетели, миллиарды галактик, которые неведомые нам, которые ни один телескоп, ни одна радио волна не достигает, они есть где-то в бесконечности. Если все вот эти галактики разложить на молекулы, на граммы, на атомы, и все равно определенное число должно быть. Мущений человека после жизни нет конца, она бесовечная. Меня это потрясало вот с таких лет, когда было лет пять еще. Как это? Ну, где-то конец должен быть никогда. Как это понимать? Это вечности откроется. Но сегодня ты пойми, устрашись, бойся Бога и забой, и вас соблюдай. В этом все ты человек, вот у нас на сети написано. И вот Господь, видя, что человеку невозможно спастись, посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа. Не по делам. А я грешен, я такой, не имеет никакой разницы, грешный ты или святой. Все вы грешны. Все загрешили, все до одного лишены славы Божьей. Благодать в смысле данное, даром, спасения во Христе Иисусе. Все, другого значения нет. Благодать. Благо. Благо это добро. Это хорошо, которое Бог дал. В первом послании Коринфянам 15.10 апостол Павел повторяет, но благодатью Божией есть то, что есть. Благодать его во мне не была тщетная. Но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Для человека тайна. Как так? Вот я говорю, слова соединяются, я произношу язык в органы, нагнулся, зубы здесь из гордани сдал этот звук, пролетело по воздуху, ты услышал, пустил в себя. А вот эта первая мера муки женщины попала тебе в уши. Вот первую меру я тебе заквасил. Все. А вторая мера допусти на сердце, попроси у Бога веры, чтобы каждое слово, которое сейчас ты слышишь, оно проникло. А вот на третью меру там, приложи усилие, чтобы от сердца распространилось тебе на язык, на уши, на руки. Все будет христианское. Все пропитано. Ты верный муки вся в тебе. Первая, это благодать призывающая. Вот она призывает, вот я говорю. Вторая, это благодать обращающая. Призывающая. Я по благодати, если бы я таким не был, как бы не Христос. Павел говорит, что не я, но благодать Божья, которая со мной. Она написала этим посланием. Не я сам, но Бог у меня побудил с утра думать, молись, как бы так сказать, Господи, чтобы вы уши-то развязали, чтобы вы услышали меня. Это благодать Божья сделает. Ты молись. Благодать обращающая. Обрати сердце к тому, что сейчас ты слышишь. А уже дома проси у Бога и благодать обращающая. Через священника подойди, благословись. Помолись за меня, батюшка, у меня сил не хватает. Вот сплю долго. Вот не воздержит в еде, не воздержит в словах. Ну, во всем. Помоги мне. Благодать, которая на священнике освящающая, она отсутствует сегодня здесь. Но она присутствует через Христа. Хотя бы священник обе был, Бог в стороне спасет. Во втором послании Тимопея 1.9 читаем. «Спавшего нас и призвавшего званием святым не по делам наших, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых рыбин. Все разъяснено, то благодать так делит. Данная нам во Христе Иисусе. Даже ни одного священника на земле не будет, а благодать во Христе Иисусе остается. Но Бог так устроил, что церковь создал, а в церкви священникам и епископов. И они-то не сами по себе пугать этой благодати, а ну я тебя отлучу, а на тебе предам. Да ничего ты не можешь сделать со мной. Я по слову Божию потому что делаю. А тебя Бог сбросит и тебя не будет. Вот что ты должна сказать. Тоже благодать он отбивался каиаха. А Господь им сказал, дом ваш пуст. Жертвы, греки, кровь, все пустое, ничего там уже нет. Многие сегодня храмы пустые, там ничего нет. Потому что не по слову Божию все делается. Второзаконие 9,4,6. Когда будет изгонять их Господь Бог твой, когда в другую страну будете заходить, завоевывать от лица твоего. Не говори сердце твоем, что за правильность мою привел меня Господь обладать землей. И что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за правильность мою, ибо ты народ жестоковыйный. Вот что у нас есть от людей потому что мы хорошие. Мы грешники, мы жестоковыйные. Одно и то же долгий, что не можешь сдвинуть. Златоуст непрерывно говорил иногда о кляции. Клярица на каждом шагу в храм не заходите и не оскверняйте. На базаре продает уже протухшие и говорит это-то свежее. Я рыбу только сейчас из сети вытащил. Свежее китаец продает. У него все в бассейне он подходит тебе и пока на тебя какую рыбу поймать. Тут же сачком ловит и плодет на тебе на тарелку. Вот как свежее. У нас везде одна лужа. Куда ни кинь, пересворчится, переноценка. Все чиновники, ужасы, обманщики, лживые законы придумывают. Почему? Потому что благодать не коснулась ни ушей, ни сердца, ни на руки, никуда. Поэтому руки пишут лживые, язык говорит скверные слова, уши слушают скверну, глаза смотрят пакости всякие телевизоры. Выключите я вам показывал мусульман, спрашиваю, как музыка, а она отвечает харам. Это означает проклятие. Они отвергли всякую музыку, мусульмане ничего не потеряли. У нас говорят алкоголь, градусы, они называют шайтами кровь. От черного это кровь. Вот и все. Они намного мудрее нас, нам еще до мусульмана идти и идти. А они не дошли даже до евреев, до ветхого завета. Подумайте, где мы находимся. Это видео рассказы нам уже рассказывают. Матушка, лунгер, батюшка, женщины живут почти 12 лет у нас, больше в России. И она о нем молилась, покажи, Господи, где он всю жизнь трудился, в храме был, не пил, не гулял, мнение изменял. В каком месте в районе он находится? И наконец, Бог я открыл, он в огне стоит, а одна голова только над огнем. И кричит, воды, воды. она так ахмала. Да почему же ты здесь находишься? Потому что я не проповедовал, я не учил народ Божий. Мои люди разберлись, революция, коммунисты, везде пошли. Да мне такой, говорит, голова здесь, а каково нашему епископу, я на голове его стою. Вот здесь и думай. Да, это рассказы, да, это видения, но смысл здесь очень большой заложен. Ефесянам 24,9. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвы по преступлениям, а грабил со Христом, благодатью его спасены, и воскресил с ним, посадил на небесах по Христе Иисусе. Мы стоим в храме, мы лежим дома на кровати, нет, мы на небесах. И все между благодатью, данным Богом и мной ничего нету, никого. Люди сегодня этого не понимают. На каждом шуму батюшка, батюшка бегут к нему, а священник не благословил. Мы собираемся слово Божие читать, нет, батюшка не благословил, он сказал, нельзя. Все, они не пойдут. Придумали послушание, и слушается настоятелем, как Бога. А за то, он же смотри, вместо наставника, пастыря, не избери волка, ибо многие придут под именем моим, и многие увлекут за собою, и будут говорить приуратно, извращенно. И причина одна, чтобы увлечь за собою, чтобы его скушали, кормили, боили. И здесь мы считаем, Бог возлюбил нас, это благодать его. Мы были мертвы по преступлениям, и он нас воскресил, это благодать. Вот сегодня в храм люди будут приходить и только знать спас. Второй спас. Вот это то-то нужно делать, вот и есть то-то, и все, то с яблоками, то с меном. Все связано с языком. Я буду говорить об этом еще раз сегодня. Что в преображении самое главное? Христос преобразовался, так никакого значения не имеет. Это ему нормальное состояние. А то, что в плоти человеческой был, он не светился, это не нормально. Это он по благодати принял зрак раба, унизил себя, чтобы мы не сгорели в огне пламянеющем. А что он преобразился, он показал, какой он царствий небес. Вот его нормальное состояние, он такой, так и есть. У нас все пригорнулось в глазах. Самое главное, то, что отец сказал о нем. Это сегодня никакой роли не играет, а отец что-то сказал о нем, ученикам. И они это не поняли. Отец им в уши вложил слова, заговорился, слушайте его, на нем мое благоволение. Христа слушать надо, Библию считать надо. Вот смысл сегодняшнего празднования. А преображение Христа никакой воли вообще не играет здесь. Он через преображение только подвел голос у отца, для этого и повел. И вдруг облако ушло, сияние от Христа отошло, прошли на землю. Ведь так было. Обращает на это внимание, да никакого. Вы слышали? Отец Небесный Бог Иегова что сказал о Христе? Вот это главное надо говорить людям. Вы слышали кого слушать? Вы сейчас придете домой, спященник бы сказал, слушайте, что отец сказал. А отец сказал через Слово Божие. Все Писание Бога духовное. Все Писание написано людьми, у которых руки двигались, но они движены были Духом Святым. Это Петр понял, он это принес. Когда велелепная слава принес соглас. Потом он вспоминает эту славу, а все таки упор делает на голос. Бог сказал слушайте его. Христа слушать не батюшку, который может ничего не знает, не архиерея, не папу римского, не патриарха, если слова их не сходятся с Голландам 2.21 Павел говорит, не отвергай благодати Божией, а если законно оправдание во Христе, то Христос на праздном умер. Не от того, как пальцы сложишь, не от того, что ты делаешь, это только подтверждение веры твоей, не от добрых дел, нет, не от законных дел, по закону мы должны быть добрыми, любить, помогать, сострадать, собою жертвовать, мы спасаемся жертвой Иисуса Христа, за меня умер Христос. Кровь Иисуса Христа обывает от всякого греха, повторяя это постоянно, мы спасены кровью Христа, мы движены от благодати Духа Святого, и между нами никого нет, никакого цензора, никакого попа. Бог его назначил для того, чтобы совершили таинство, я пришел, чтобы он был доставником, вел меня. Послание Криминам 3.27 Где же то, чем вы хвалиться? Уничтожено. Каким законам? Законом дел? Нет, но законом веры, благодати. Хвалиться нечем. Что бы у тебя ни было, люди сегодня собираются и начинают рассказывать, как у них хорошо, какой опыт, сегодня говорят, нормальный урожай будет вот-вот уже у нас просеивали, минимум 60 центнеров с гектаром, и он собирается, рассуждают, да хоть закат ни человека, внезапно вспышал он на юге, перехинется здесь завтра будет, все сгорит и взорвется. Считаешь, газеты страшно делаются. Одного Бог убивает рядом, садится на то же самое место. На то же самое. Если здесь Бог убил и показал, что отступление от Бога грозит опасность, и революция случилась до того, что не знали Библию, как это не понять? Ничего об этом нет. Большие речи считаю, выступления, духовные лица, о Христе в Библии вообще ничего нет, о традиции, народные, в русском народе это испахан биряка было, да, было, а куда все привело? Рим. 3.28 Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, верой независимо от дел. Рим. 4.4 Вознаяние делающего меняется не по милости, но по длогу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестье, верой его меняется в праведность. Это пятый стих. Рим. Рим. Нужно было это доказывать, потому что там много было евреев. Они все сцеплялись то за город, то за что. Вот в этом спасение. Но это все, но это не первое место. Это доказательство того, что я верю. Поверь своей, я не евреюсь. Поверь пояс на мне. Поверь Христа я молюсь. Молитва это углубленность. Приходите в храм никуда в окна не заглядывайте. Смотри под ноги, опусти голову. Все что-то рассматривай. Себя рассматривай. Семь минут которые у нас перед богослужением молчания до углубления у самого себя утишься. Что было? Прости Господи. Мы за столом сидим больше, чем молимся. Прости на дыбом. И эту неделю я прожил далеко не так как должно. Помилуй меня Господи. Говорят время деньги это обман. Никогда не верьте этому. Деньги потерянные можем возвратить и даже больше. А человеку отмеренное время нельзя не добавить никак. Я вам говорил что если человек 70 лет это 2,2 миллиарда секунд. И ни одной секунды больше не будет. Бог назначил. За грехи отнимает жизнь бывает забрать и сможет продлить жизнь. До 70 лет еще не доживешь. Если Бог продляет жизнь секунд дали для того чтобы исславил Бога. Передай другим опыт. Большой опыт. Они не знают этого. Передай им. Скажи хорошо тому кто знает Христа. Кто ежедневно углубляется в Слово Божие. Он будет как дерево посажено при потоках вод. И листь его не вянет. И все что не начнет успеет. Почему некоторые не успевают? Потому что в храм не идут золотовоз говорят. Идите в храм все успеете. Садись за Библию. Ты видишь не успеваешь дело развалить. Открой Библию почитай. Хотя вам пять минут. Призови детей которая была тебя. Стань на колени. Римлянам 5.20. Закон же ставит знаки которые стоят на дорогах. На каждом шагу будет нарушение. Не больше 5 километров ехать. Пыль чтобы не поднимать. А когда надписи не было нарушения никакого не было. Я просил сделать чтобы остановка здесь была. Дети идут в школу. Так и не сделали. Не считай батюшка за мной насыпал лежащий полицейский был. Леность наша. А закон пришел 21 стих. Дабы как грех старствовал смерти, так и благодать восстарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом Господа нашим. Где благодать? Во Христе Иисусе. Благодать это избавление от грешной жизни. Бог меняет все. Преображение внутри человека идет от благодати Духа Святого. А если ты тогда был такой и сегодня ничего не изменилось. Верующий человек за событиями рассматривает потаенную сторону. А как это будет дальше в действительности? Любые болящие свои. Почему болят ноги? Куда лучше не ходил? Ходил я уже спрашиваю себе на танцплощадку. Ходил и по этому неси ее тарелу и что сходишь теперь? Глаза больные. Куда смотрела глазами телевизор прожег все? И не удивляйтесь что половина в очках. Ты благодаря Богу еще дорогу домой находишь? Что бы с тобой ни случилось во всем находи прежде. А это любовь Божа. Это он по благодати не дает. Это все его благодати. Послание 5.3.5 Он спас нас не по делам праведности которые были бы которые мы сотворили а по своей милости в они возрождения и обновления святых духов. Обновление это есть преображение. Сегодня церковь отмечает этот праздник. Есть в нас это преображение или нет? Я смотрю на российскую историю как на уси было. Понятия преображения никакого не было. Искали только во внешнем. Храмы непрерывные монастыри а люди те же самые. Дал оброк что-то случилось с несчастьем я даю оброк пешком сходить в Иерусалим а другие еще дальше шли даже до Иерусалим доходили. Шли на Афон ну конечно не у каждого но в семье желательно было чтобы один ушел в монахи и тогда всю семью он отмолен. Это совершенно новая вера никакого отношения к Евангелии не имеют. По Евангелии беда никакая случилась дай Богу обет к этому больше я не прикоснусь Господи куда я шел что со мной было я сижу один вспомню что делал в жизни загнул с фашистиком плакать и скалер не не сдавали глаза бы не открывал никогда как я мог это сделать а благодать не коснулась сердца ты сделаешь еще Боже благо не смертный грех никого не убил не сносили ничего не было а все рядом шло прям по кромке Бог провел единственное от отца я знал что коммунисты и прочее это звери что они сделали потому что отец меня вложил в это раскулачив Господь меня терпит я этого не знал во мне все было бы другое и более всего я тоскую и о том что это преображение у меня не случилось раньше не в 3 года а в 23 только и сколько же у меня зря потеряно было времени в году я провел столько ненужного времени там трассировка собак занимался ходил вообще не так Бог хранил грехов но все это было мертвым и в этот праздник который назначен церковью искусственным его не было в первые века и все-таки мы примем его для себя у нас десятый день у нас принято не работать поглубиться сегодня в священное писание придете сегодня откройте место писания я советую сегодня почитайте египсиаста и он всюду говорит все а вот самое главное для человека и это вложитель детей чтобы они преобразовались и ты внутренне порадовался словах на них занесли плод благодать обращающая сделала их другими аминь 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 аминь